16 апреля в физико-техническом институте КФУ имени Вернадского прошел день открытых дверей, на котором присутствовали школьники со всех уголков Крымского полуострова. Для будущих абитуриентов была представлена общая информация о правилах вступительной кампании, об образовательном процессе и перспективах практического применения полученных знаний. Заведующие кафедрами более подробно осветили потенциал базового образования и отрасли применения в Республике Крым. У нас кафедра, в общем-то, занимается подготовкой студентов в области энергетики. Энергетики как традиционной, так и возобновляемой. Значит, с первого по четвертый курс студенту учатся в бакалавриате, получают образование по специальности электроэнергетика, электротехника. Затем, при желании, они поступают в магистратуру, магистратуру по возобновляемым источникам энергии. Это энергоустановки возобновляемых видов энергии. В настоящее время на кафедре работает 9 доцентов, кандидатов технических и кандидатов физико-математических, которые занимаются, значит, как возобновляемыми источниками энергии. Есть работы, публикации очень много, есть выпущенные книги. Очень много изобретений в этом направлении, чтобы поднимать на новый уровень преобразовательные устройства возобновляемой энергетики. Немаловажную роль в образовательном процессе играет практическая составляющая. Так, например, кафедра электроснабжения и физики имеет базы практик на электротехническом заводе, различных площадках Крымэнерго, ветроэлектростанции на Донозлаве, солнечных электростанций, расположенных в разных точках Крымского полуострова. Высокий уровень образовательного процесса в физико-техническом институте всегда стимулирует интерес студентов к учебе. На самом деле очень интересно, конечно, бывает немножко сложно, потому что это все-таки физика, но очень широкие перспективы по окончанию университета. Я хочу работать преподавателем физики, но я могу работать кем угодно, потому что у меня будет в дипломе написано просто «физик», и я могу быть инженером, и могу писать программы, и могу работать педагогом. Все студенты занимаются наукой, потому что каждый выбирает себе научного руководителя, пишет какие-то работы, ну, конечно, курсовые, еще дипломные, но все занимаются наукой, потому что это интересно. Интерес никогда не заканчивается, то есть постоянно, каждый день изучаю что-то новое. Перспективы вижу огромные, потому что можно работать в различных областях, начиная от, ну, в инженерии, это, естественно, компьютерные технологии, ну, и там уже можно где угодно, если честно, работать, потому что образование базовое, оно очень хорошо для этого. На дне открытых дверей будущих абитуриентов ознакомили с учебными классами и лабораториями, которые оснащены необходимым оборудованием для базового образования и научной деятельности. Мне интересны точные науки, я хочу открывать что-нибудь новое для себя, и мне довольно-таки это все интересно. На сегодняшний день в Крыму островостребованы высококвалифицированные инженерные кадры для народного хозяйства полуострова. Физико-технический институт Крымского федерального университета является мощным научно-исследовательским образовательным учреждением, которое готовит инновационных, продвинутых современной экономикой компетенций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова